здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала с вами марина на канале мои 6 соток и сегодня речь пойдет вот об этой орхидеи что мы видим с этой орхидеи что не так я вчера поливала цветы обратила внимание что орхидеи совсем стали вяленькие листья ну не то чтобы совсем но мягкие такие вот этот листик тоже вял и причем орхидею я не так давно пересаживала это орхидея у меня реанимашечка но как выяснилось тургор листьев у нее нарушен то есть они стали такие вялые я пыталась восстановить тургор обрезая нижние вялые листья и вот эти два верхних листа были в принципе в хорошем состоянии но как выяснилось орхидея у меня умудрилась выпустить два цветоноса вот такие цветочки на ней они не вялые это такой сорт вот эти уже такие более подвявшие что говорит о том что если не срезать цветоносы то орхидея тратит свои силы на наращивание бутонов и впоследствии цветов так получилось и у меня у этой орхидеи видите стали вянуть листья орхидея была посажена сосновую кару и в мох увидев это если вы видите что орхидеи стали вянуть листья такие мягенькие стали что нужно сделать во первых орхидею нужно извлечь из грунта в котором она посажена и проверить ее корневую систему на этой орхидеи было несколько сухих корешков вот связи с этим принципе и получилось что орхидея не получает достаточного питания ей мало влаги и что я теперь делаю я подготовила воду воду наливаю я теплую где-то 37 градусов и орхидею нужно поместить над водой чтобы корневая шейка воды не касалась вот таким образом корни могут уходить воду ничего страшного в этом нету некоторые говорят что у них корешки подгнивают как правило подгнивают корешки которые лишены уже жизни у самого основания то есть корень может внизу быть живой а вот здесь какая-нибудь ниточка либо сухой либо гнилой и тогда они начинают мокнуть бывает такое ну если допустим у вас мокнет просто не помещайте тогда корешки в воду я всегда помещаю корни в воду сейчас я вам даже покажу другой орхидею которая наращивает у меня корни вот это орхидея вот вы сами можете видеть да что пошли новые корешки у нее вот они новые свеженькие корни но что мы еще видим вот у этой орхидеи вот те которые молодые корни вот они они видны они вот такие зеленые крупные толстенькие красивые но у нее вот то о чем я говорила что некоторые жалуются что орхидея загнивает вот вот они два старых корешка эти корни старые вот посмотрите они имеют продолжение продолжение у этих корней вот если посмотреть кажется такое здоровое и от этих корней идут здоровые ответвления красивые такие ответвления но у основания видите корешки они не живые они вот болтаются как ниточки вот один и вот второй такой корешок их по идее можно вот еще даже есть их можно срезать ну можно раз пошли ответвление я уже не буду резать потому что жалко корень здоровый а вот это все мы помещаем обратно в баночку и даем орхидеи нарастить корешки побольше корневую систему чтобы потом ее можно было высадить у этой орхидеи неправильно росли листья она была они были маленькие очень маленькие и поэтому я решила вот таким образом ее спасти что у меня и получилось сделать в принципе здесь даже вот вы видите да вот нижний листик вот такой у нее все листья были именно такие маленькие сейчас эти листочки пошли нормальными хорошие хороший рост и очень плотная красивая ну вот таким образом я наращу и этой орхидеи новые корешки здоровые и восстановим ей листики чтобы они не были вялыми в баночке она может стоять так спрашиваете вы часто сколько требуется времени на то чтобы восстановить орхидею времени может потребоваться много она может стоять как месяц так два так и год может наращивать корни очень долго весной конечно процессы идут гораздо быстрее сейчас у нас конец декабря поэтому естественно это будет все протекать медленно в течение месяца конечно восстановится тургор листьев и начнут образовываться задатки новых корней спешить высаживать орхидею то я не буду я предпочитаю нарастить мощную здоровую корневую систему и только потом посадить орхидею в горшок с этой орхидеи аналогичным при желании вот эти старые корешки чтобы орхидеи не тратились силы можно срезать и оставить только вот эти новые здоровые корни чтобы никакая гниль ничего такое гадостное не брала наше растение вот вот не живые корни вот основание не живой а дальше пошли хорошие корни ну тут уже дело каждого кто-то обрезает кто-то нет я сама под вопросом я не знаю что сделать обрезать или оставить все-таки когда по бокам новые задатки корни как-то жалко срезать очень жалко хотя вот корни надломлены и здесь я вижу и толку от них я думаю никакого нет я даже срежу пожалуй потому что они действительно болтаются на ниточках зачем нам лишний балласт мы будем наращивать новые корни так что старая наверное лучше даже срезать если вам было полезно это видео если она вам понравилась ставьте лайк и не забывайте корневая шейка вот она корневая шейка специально вам достала не должна ни в коем случае касаться воды спасибо всем за просмотр и всего доброго и до новых встреч пока пока